Чуть-чуть минуты, примерно одной-две. Можем аккуратненько начать. Конференция практически закончилась. Вы очень скоро сможете разойтись по своим делам и обсуждать, что там происходило. За эти два волшебных дня. Но сегодня я вам буду рассказывать страшные вещи. Но, пожалуйста, не бойтесь. Я на самом деле не для того, чтобы… Не для того их буду рассказывать, чтобы как-то показаться лучше или там пропиариться. Или не для того, чтобы загрузить вас под конец конференции. Задача будет немножко другая. Сейчас мы о ней поговорим. Итак, доклад называется «Война типов». Мы будем говорить про типы, про системы типов. И немножко поговорим про всякие разные полезности и веселости. Значит, зовут меня Виктор. Работаю я в компании Инфопульс с заказчиком Bix. Вот тут вот, если никому не видно, можно потом будет посмотреть. Это все будет в записи и будут выложены презентации. Твиттер, скайп, почта, если совсем уже надо. Какие-то мои характеристики. Что я вообще… Как долго я занимаюсь джавой и насколько долго за деньги. Это неинтересно. Интересно вот в чем. Мы, программисты, работаем в основном с разными языками программирования и с людьми. Люди формализуются хуже, поэтому я буду говорить про языки программирования. И по факту то, о чем будет идти речь, это то, в чем же разница между ними. Почему мы так любим одни языки и ненавидим другие. И наоборот, почему мы иногда ломаем копья на совершенно, казалось бы, простых вещах, спорим друг с другом до хрипоты и описываем на хабрах, на доу, на разных других форумах, почему я ненавижу язык А или почему я люблю язык Б. Основная тема как раз доклада будет примеряющая. То есть тут не будет какого-то холивора. Я просто хочу рассказать, что пока мы вот тут вот барахтаемся снизу где-то вот в грязи и пытаемся побороть друг друга, кто там круче PHP или Java, Terminator или Rambo или еще какие-то совершенно не имеющие ничего общего с реальностью вопросы, когда мы их вот пытаемся порешать друг с другом путем войны. Я покажу, что есть выше этого. То есть какие наработки в системах типов. Есть такие, которых нет даже в Java, даже в нашей православной Java. И что есть еще дальше. То, что находится сейчас вот в каких-то прототипах и возможно в языках будущего это когда-нибудь найдет свою имплементацию. Очень сложно говорить, вот сразу переходить к типам. Давайте сначала немножко похоливорим. Мы же любим холивори, да? И порушим пару-тройку мифов. Есть мнение, что вот, может быть даже некоторые из вас разделяют это, что языки пишут какие-то сверхлюди. Вот есть там Джеймс Гослинг и иконка с Джеймсом Гослингом стоит чуть ли не у каждого дживиста на столе. Есть Мартин Адерский и, собственно, каждый скала-девелопер имеет где-то у себя в книжечке, значит, его фотографию в юности, в отрочестве, значит, и так далее. То есть вот миф такой, что вот только какие-то очень-очень умные люди могут создавать свои языки программирования, и они вот только, ну не знаю, это от божественного вмешательства, в общем. Другой миф, он схож. Он говорит о том, что ну как же, вот если язык программирования общего использования, то есть это не какой-то SQL, а православный там JavaScript, Java, PHP и так далее, то есть он выполняет все функции, значит, если он достаточно хорош, то зачем учить другие языки? Ну реально зачем? То есть тебе какая разница на каком языке выводить там в консоль Hello World? И последний миф в этой серии, это вот он такой агрессивный, что если ты понял, что этот язык правильный, если ты понял, что он хороший язык, то что нужно сделать? Убедить в этом всех остальных. И мы ходим с Томиком Мартина Фаулера, и стучимся мы в двери, открывают их совершенно рандомные PHP-девелоперы, и мы им говорим, давайте поговорим по Java. Про Java вот мы можем вам многое рассказать, приобщитесь к свету, перекратите, не пишите на этом богомерзком языке. И вот тут некая китайская женщина говорит, что нет, я, наверное, не согласна с вашими утверждениями, давайте поговорим, что же такое на самом деле языки программирования. И вот здесь оказывается, что язык программирования, это даже не совсем прикладная программа, это некий инструмент, ну типа молотка. И есть у меня один знакомый, он говорит, если у тебя в руках молоток, то все вокруг похоже на пальцы. Он действительно добавляет проблему. Если вы откроете, допустим, Java-шный баг-трекер, там номер последнего бага, он, по-моему, уже даже шестизначный. Шестизначный. Это означает, что в принципе внутри Java очень много проблем. У каждого языка есть свои фичи и свои как бы совершенно ненужные вроде как никому свистки, то есть там есть лямбды, там есть какие-то функции as first class citizen. То есть казалось бы, в отрыве от производства, но нам нафиг не надо. Но оно что-то нам, что-то нам дает. И более того, языки программирования пишут совершенно разные ребята. То есть вот, например, Гвида Ван Росум, чувак, который написал Python, он его написал там и дал ему название по комедийному шоу, которое ему очень нравилось. Я подозреваю, что может быть, конечно, где-нибудь Иисус был рядом, когда Гвида Ван Росум писал Python, а может это был Сатана. Но факт в том, что вот один чувак взял и сделал, и, наверное, вы тоже можете какой-нибудь язычок написать для себя. Лично я, например, пару язычков сделал для своих локальных нужд, но сделал. И вот это не мем какой-то там over 9000, да? Их действительно больше 9000 разных языков совершенно общего применения, и вы вряд ли выучите даже половину из них. Ладно, даже 1%. Но они используются, и у них есть свои специфичные штуки, которые позволяют свои специфичные проблемы решать совершенно своим специфичным образом. То есть у вас в руках уже не молоток, и не все вокруг пальца. То есть если вам нужно бороться с пальцами, тогда вы выбираете молоток. В противном случае уберете что-нибудь полезнее. Итак, с богоизбранностью, ну вот Адерский, Гослинг, Мацумото и прочие разные другие создатели языков, я не слышал, чтобы их приобщали к лику святых. Соответственно, скорее всего, богоизбранностью здесь не пахнет. Другая штука, она очень важна для молодых начинающих программистов, потому что все мы начинаем изучать язык, с чего? С синтаксиса. И мы, некоторые из нас на этом и застревают. Мы говорим, вот синтаксис, удобный синтаксис. Одни говорят, синтаксис должен быть лаконичный, то есть я должен минимальным набором строчек командных сделать все, что мне нужно. Другие говорят, да нет, надо, чтобы он был понятный, потому что если мне непонятно, что написано в программе, не тяжело поддерживать и так далее. То есть мы готовы мириться с бойлер плейтом, но такое. И еще есть некая прослойка людей. Они говорят, что я не хочу изучать много команд всяких разных, я хочу изучить что-нибудь попроще, да. Но чтобы это можно было как-то очень хорошо комбинировать и чтобы команд было поменьше в языке, всяких вот там инструкций. Опять появляется китайская женщина, опять она с нами не согласна. И вот первый, очень лаконичный квиксорт. Я надеюсь, вы все понимаете, что… Ну да, я же не ошибся, да, нигде? Есть кто-то, кто считает, что я допустил где-то ошибку? Ну, кроме выбора языка. На самом деле это язык J. Кто знает, что такое язык J? Бедные несчастные люди, те, кто подняли кроме… Ну, со мной вместе руки. Он очень популярный в финансовой среде, там, где нужно обрабатывать большие объемы данных, матрицы и прочую разную другую ерунду. То есть он имеет право на жизнь и он действительно вот такой. То есть это не просто, что там вот зашита какая-то команда сортирующая, там вот один из этих символов это сортировка, а все остальное это комментарии. Нет, полноценная реализация квиксорта, переводя эти инструкции на джаву, мы бы получили, ну, там, слегонца больше кода. Вот понятность. Это кабол. Кто слышал, что такое кабол? Ого, несчастное поколение. Мы еще описываем… То есть на самом деле это только метаинформация. Мы еще до программы не дошли, а мы уже так довольно много строчек потратили. И де-факто кабол, он очень описательный язык, но он очень вербозный. Давайте поговорим с вами теперь про минимализм. Тесты под эту штуку на брейнфаке выглядели тоже очень страшно. Я не буду их публиковать. Я думаю, вы сможете найти их где-нибудь на гитхабах. Это квиксорт с использованием такого волшебного языка, как брейнфак. Кто про него слышал? Окей. Так вот. Основной месседж вот в этом мифе, который я хотел донести, что синтаксис, он, если мы его берем в отрыве от самого языка, от того, что язык умеет делать, он нафиг не нужен, он не интересен. И более того, с развитием автоматических генераторов парсеров, синтаксис вообще очень просто. То есть есть и бнф, кто знает, что такое и бнф, ну или бнф. Окей. Для тех, кто не знает, это некая форма записи, которая позволяет описать синтаксис языка, если он контекстно, то есть контекстно-свободную грамматику. И сгенерировать потом, собственно, есть куча тулов, которые автоматически позволяют сгенерировать парсер для этого. То есть по факту, вот в параграфе, как это шиш, оно в глаза давит. В параграфе 18 в GLS там есть некая бнф-спецификация языка Java. Вы можете оттуда это дело скопировать, создать свой парсер Java. Сразу предскажу, что Java, который Java-шный компайлер, он ручками писаный, то есть он не сгенерирован. Но вы можете сгенерировать и какой-то свой компайлер попытаться написать. Или интерпретатор. Что же возможно? Иногда. И грамматики языков. То есть если мы говорим про грамматику как вот набор правил, то они плюс-минус равнозначны. То есть мы говорим Haskell, Scala или там Java, и это почти вот одно и то же по вот объему правил. А семантически эти языки вообще разные. И вот мы переходим. Ну да, вот пример собственно бнф-грамматики, как она выглядит, если кто не знает. Вот таким вот образом мы можем описать там простейший калькулятор, у которого есть плюсик, умножить, скобочки. То есть вот это вот выражение мы разложим потом в некое дерево. И по этому дереву мы сможем это выражение вычислить. То есть там будут учитываться приоритеты, что то, что в скобочках должно быть вычислено первым, то, что умножить должно быть вычислено вторым, и то, что сложить, нужно будет в последнюю очередь вычислить. Вот. То есть синтаксис мы умеем на текущий момент с нулевыми практически затратами написать своих парсеров, сколько нам влезет. Для любого языка. Но потом, когда мы это сделали, возникает задача, а давай же туда прикрутим там компилятор. Что такое компилятор? Хоть кто-то себе представляет, зачем оно? Отлично. Хорошо. Я надеюсь, это действительно так. А что такое типы? Ладно, я не буду тянуть кота за хвост. Есть вот такая идея, что компилятор, он спасает от ошибок, значит, он что-то оптимизирует, он облегчает рефакторинг, ну, точнее, типизация облегчает рефакторинг. И вообще это круто, потому что мы ненавидим нетипизированные языки. Вот. Как будто нетипизированные языки все еще существуют. И вот проблема. Когда мы начинаем говорить про типы, когда мы начинаем говорить про фанатство в разных языках, мы вот используем какие-то вот такие вот выражения и говорим, что джаваскриптовщики и Node.js, они не люди, и их надо убивать при встрече. Или вот зачем было писать там Quake на BrainFuck, если для этого есть там православная Java или еще лучше C++. Прикол в том, что вот этот хейтерство, которое у нас появляется, когда мы считаем, что наш типизированный язык, он сильнее типизированный, чем слабо типизированный язык, который мы ненавидим, мы должны себе отдавать отчет, почему, в чем, собственно, сила этой типизации, почему, как мы их можем сравнить. для этого люди изобретали всякие разные штуки. И вот с точки зрения типизации мы поговорим сейчас про аспекты, то есть сильные, слабые типы, это сильно размазано. А вот давайте поговорим про фазу верификации. Верификация кода бывает статическая, то есть до запуска этого кода, или динамическая, то есть во время запуска. В принципе, мы можем сказать, что статически типизированные языки лучше динамически типизированных. Но есть такой статически типизированный язык, как C. Кто может сказать, что C, например, лучше, чем там Groovy или чем PHP или JavaScript? С точки зрения системы типов. Кто видел когда-нибудь жесткий какой-нибудь production код на C? Кто может сказать, что это намного лучше написанный код, чем, допустим, код какой-нибудь production код на Groovy? То есть с фазой верификации, и да, еще маленький момент. Да, давайте вот откатимся сюда. Статический, динамический типизированный. Прикол в том, что под ваш язык не обязательно есть только один единственный компилятор или один единственный интерпретатор от производителя. Например, движков JavaScript, их очень много, движков, точнее компиляторов по Java, их может быть еще больше. Потому что Java компилируется не обязательно только Java. А если мы говорим про верификацию, то верификаторов еще больше, потому что есть всякие PMD, Sonar, кубы, эти, CheckStyle и прочие разные другие статические верификаторы, потому что они работают до запуска кода, которые делают намного больше, чем делает JVAC. И они находят какие-то проблемы, которые оригинальный компилятор не находят. Это не означает, что Java стала более строго типизированной, только потому что вы туда подкинули какой-то там статический верификатор новый. Касательно приведения типов. В некоторых языках приведение типов доступно, это вот, например, line-end, да, это когда язык говорит, что, а, ну мы знаем примерно, как конвертить строки в интеджеры или там интеджеры в строки, поэтому для этого не надо писать никакого дополнительного кода. То есть вам не надо писать integer.valueof или там parseint и получать, собственно, инт или строку. В других языках это запрещено. То есть там, где это запрещено, это строгая типизация и есть, собственно, как это, не строгая, наверное, переводится. То есть там, где приведение возможно автоматически, там, где средствами языка мы можем привести тип. Соответственно, там вот есть строгие там, там, Java, C-Sharp вот и прочие разные другие. И line-end это обычно все динамические языки. И вот самая интересная штука это вывод типов. Кто знает, что такое вывод типов? Окей. Вывод типов это такая штука, которая говорит о том, что мы не всегда должны указывать тип выражения, потому что компилятор или там интерпретатор может это выражение вывести. тип этого выражения. Опять-таки, это не означает, что типов нет. Они есть. Просто мы их можем не указывать. Кто помнит какие-нибудь там инструкции из Scala или из C-Sharp, потому что, к сожалению, в Java вывод типов, он такой очень, ну, скажем, очень игрушечный. Вот существует в C-Sharp такая инструкция var, которая принимает, объявляешь переменную var и, собственно, передаешь туда какое-то значение. И этот тип автоматически компилятором вычисляется. Тип вот этого var. Это не означает, что он object или там general какой-то тип, а он реально на этапе компиляции проверяется и подставляется. То же самое со Scala, то же самое с Haskell и прочими разными другими языками, где доступно implicit вывод типов. С манифестом все просто. Вы должны указать тип выражения сами, руками. И, соответственно, вот в имплисите мы имеем там и динамические языки, и компилируемые языки, и вообще любые другие языки, где, собственно, вывод типов реализован. И в Java мы должны пока-пока все писать руками. Определение сильно типизированный или слабо типизированный науке неизвестно. Потому что сильно типизированные языки, они бывают иногда слабее типизированные, чем другие сильно типизированные, поэтому их очень сложно назвать какой-то из них очень сильно типизированный. Или ну совсем вообще труба, какой типизированный язык. То же самое с слабо типизированными. И когда мы говорим сильно типизированный язык, подразумевая статически типизированный или там явно типизированный язык или строго типизированный язык мы тем самым делаем ну несем разруху и сумятицу вот теперь мы поговорим совсем кратко про другую составляю то есть то что есть дальше есть такой артур милнер он создатель формальной системы ну создатель одной из формальных систем типов и он сказал такую фразу что хорошо типизированная программа не может сделать что-то не так вот как вы думаете ваши программы они хорошо типизированы кто считает что их программа хорошо типизирована вот согласно этому определению что хорошо типизированная программа не может сделать что-нибудь не так но так что кто считает что у вас хорошо типизированная программа ok либо у вас никогда не было продакшена либо вы ну никогда не чинили баги их чинил просто кто-то другой потому что по факту получается что это не работает например с джавой значит жало не хорошо типизированная не хорошо типизированный язык или мы на джаве пишем плохо типизированные программы на самом деле то что подразумевалось под хорошо типизированностью да ну или вообще под теперь под типовой безопасностью это две вещи то есть эта безопасность памяти что очень просто это говорит о том что мы наши данные аллоцируя в памяти мы во первых эти данные никогда не покарабтим то есть они там не наслоятся друг на друга мы вдруг не положим сначала интеджера назад даст достанем допустим какой нить рекорд состоящий из там 10 полей то есть наши данные в памяти должны быть безопасно размещены и и размещены и вычитаны и корректная семантика операций в принципе она означает примерно то же самое что если у нас в памяти есть интеджер но вы представляете да как памяти байты записываются синтеджер это какие-то там 4 байта допустим и вот когда мы этот интеджер читаем мы должны его читать как интеджер они как референс на какой-то другой объект где недалеко в куча то есть мы должны знать что вот это интеджер а вот это рядышком лежит референс соответственно вот эту корректную семантику обеспечивает знание когда ты описываешь программу что да это тип интеджер соответственно мы его там разместили как интеджер а это там кастомер и когда мы пытаемся кастомеру прибавить чего-нибудь единичку то мы получаем ошибку там либо компиляции либо рантайма зависимости от того какой у нас язык но опять таки это не говорит о том что компайл тайм эроры и это единственные роры которые мы можем получить де-факто динамические языки тоже делают тоже делают эту проверку и именно из-за этого мы получаем нормальную ошибку они где-нибудь там по ходу программы начинаем получать коробки за покоробченные данные коротко совсем видно понятно вот теперь вопрос вызов методомейн какой результат вернет компилейшен рор кто за компилейшен рор хорошо кто за object окей кто за string хорошо остальные я так понял не хотят принимать участие в этой веселье и так ожидаемый результат кто знает почему хорошо почему хорошо потому что компилятор java выбирает наиболее специфический класс то есть вот здесь у нас wild card соответственно у нас есть object string string object это базовый класс string extended object соответственно мы выбираем string логично черт возьми кто считает что логично на самом деле в семерке вернулся бы object я проверил восьмерки они переделали это для стримов потому что там надо было то есть в джей лессе они добавили кусочек спеки и сказали что да вот теперь вот так извините пацаны мы опять все поломали да теперь давайте быстренько вот посмотрим на то что же вот тот вот артур милнер наваял системы типов в общем когда вот мы пытаемся придумать что же такое вообще типизация задача типизации это вывести или понять какого типа выражения или там переменные в нашем контексте и какие тип какого типа операции то есть какие типы можно передавать функции которые возвращают какие-то другие типы то есть на самом деле вот это две задачи которые мы должны решить то есть если у нас есть полностью контекст с полностью со всеми операциями мы мы сделали все правильно то есть у нас система типов сошлась если мы чего-то не можем то есть если мы видим что там мы пытаемся в один типа интеджер передать функцию которая ожидает стринки у нас нет автоматического преобразования то наверное мы должны упасть и сказать чувак ты что делаешь не так и для того чтобы этого добиться мы делаем очень простую вещь у нас есть описание выражений то есть выражение это не это либо переменная все просто либо это применение функции к аргументу вот либо это анонимная функция то есть функция тоже может являться выражением да либо это led подстановка что по факту является вот этими двумя скомбинированными в кучку есть типы типы бывают монотипами то есть это означает что они финальные из них уже ничего нового не получится либо они бывают поле типами поле типы мы можем их рассматривать как фабрики пример монотип это стринг интеджер кастомер там чего угодно поле тип это например лист параметризированный т что такое т черт его знает то есть на самом деле он может породить из себя лист стрингов лист интеджеров лист кастомеров и так далее то есть вот эти вот концепты поле и монотипов говорят лишь о том что монотипы мы уже дальше с них дальше никуда не идем а из поле типов может по их получиться либо монотип вырожденный случай то есть когда мы уже все раскрыли мы у нас поле тип превращается в монотип либо это некая функция которая принимает некая пара некое количество параметров и выдает некий другой поле тип ну потому что мы можем не до конца параметризировать например map у которая имеет ключ и значения да у нас там map ки в и из этого поле типа мы можем сгенерировать другой поле тип например map string в или map int или интеджер в или map там к object вот теперь контекст контекст обозначается греческая буковка и гамма наверное гамма в общем буковкой g он может быть пустой типа в нем ничего нет или он рекурсивно может наполняться выражение носу по факту переменными и соответствующими типами то есть еще раз это не значение переменных нам все равно на значение это тип то есть x типа сигма так готовы ну поехали соответственно наш контекст состоит из всех переменных в этом контексте контекст вы можете распринимать как сколб как все приложение то есть это некий некий boundary для которых мы собираемся чего-то посчитать то есть посчитать наш то есть вывести все типы внутри и доказать что у нас не существует случая когда мы пытаемся чего-то не неправильно передать куда-то где мы этого не ожидаем то есть на самом деле это то чем компиляторы занимается вот в рантайме это все просто потому что в рантайме этот контекст у тебя уже есть то есть мы в рантайме знаем с какими типами мы работаем проблема сделать это статически и в компайл тайме до запуска вашей программы и для этого мы начинаем типизировать вот эта запись что она означает она означает что при контексте g е является типа сигма а вот теперь немного поинтереснее ладно я надеюсь это все понятно да отлично я не буду рассказывать сейчас милнеровскую систему типов во первых потому что это лучше почитать на курсере или там википедии хотя бы или еще где-нибудь масса мануала потому что милнеровская система типов она является одной из наиболее популярных в системе наиболее популярной системой вывода типов я лишь расскажу как эту нотации как эти читаются то есть вот мы вы поняли да да не видно в общем вот этот такой значочек он говорит что вот тут вот у нас находится assumption вот здесь у нас находится что из этого сам шина однозначно следует то есть это при контексте g у нас е 0 является типом tau на tau штрих то есть тип то у на tau штрих это означает что эта функция которая принимает то возвращает tau штрих вот это вот черта которая подчеркивает она на самом деле делает примерно то же самое что вот эта кракозябла то есть она говорит что при вот этом вот сверху из этого то что сверху следует то что снизу просто это неудобно было бы записывать в одну строчку, поэтому нотация именно такая. Вот, с свободными переменными, свободными типовыми переменными, я прошу прощения, с ними все намного проще, это те переменные, которые к контексту не забайншены. То есть, например, если сколп нашей функции, это мы передаем в него лист параметризированный t и возвращаем некий интеджер, который там является, например, размером массива, ну, размером этого списка, то нам, в принципе, все равно, какого типа t. Это означает, что t в данном контексте, оно ничем, то есть на него нет никаких констрантов, нам все равно, какого оно типа. И это означает, что в данном случае вот этот t, параметр листа, он является свободной, свободной типовой переменной. Все, остальное, вот это вот все, остальное вы почитаете где-нибудь в другом месте. Я вам скажу лишь просто, как это используется. На основании вот этого генерируется огромное количество уравнений, которые компилятор решает, и в случае, если мы можем решить эти уравнения, компиляция прошла успешно, если мы эти уравнения решить не можем, потому что решения нет, мы, соответственно, падаем с ошибкой, если решений много, значит все окей, у нас просто очень много свободных переменных. Вот. Значит, все понятно, поехали дальше. На самом деле, это только самое начало. Это формальная формализация системы типов, она была выведена еще черт знает в каких полосатых годах. То есть это там немножко Матана, это действительно доказывается математически, то есть это не какие-то правила, которые говорят нельзя интеджер в строку. А это вполне себе формальное формальное правило, которые говорят о том, что если ты эти уравнения решил, то есть ты математически доказал, что ошибок, связанных с типами в твоей системе быть не может. Будут другие ошибки. Этого ты не доказал. Ты только доказал, ты только покрыл то, что система типов у тебя сходится. И самое главное, это то, что тесты, которые, на которые мы там периодически ставим и надеемся в полный рост, эти тесты это чертовые юристики. Они не рабочие. Они не могут вам гарантировать, что ваш код работает. Вот та штука может гарантировать отсутствие типовых ошибок. А вот тесты не могут, потому что математической базы под тестами ее нет. На этой завершающей ноте мы приходим, собственно, к примерам. Я быстренько покажу всякие разные языки. Мы посмотрим на permutation. То есть все знают, что такое перестановки. Как вот, зачем вообще мы это делаем. Берем какую-то строку или неважно, какие-то элементы и возвращаем все перестановки этих элементов. Простой алгоритм, JavaScript. Вот, понятно, что здесь написано. Чувствуете, как скрипит внутри ваш Java девелопер и говорит, боже, это же JavaScript. Как можно эту гадость вообще показывать? Вот православная Java и мне кажется, что здесь немножко больше мусора. Вот это все синие, синие режущие глаза. Ну, нафиг, по-моему, не нужно, не? То есть оно добавляет вам какой-то понятности. Кому важно, что private final list, ну ладно, list, черт с ним. Вот этот private final, public void, public static void. Зачем это все? Я хочу permutation. И кода на самом деле нифига не меньше. Потом мы таки говорим, ну не есть Java 8. Давайте на Java 8 это все перепишем. И мы переписываем вот в этот one-liner. Ну да, мы делаем еще пару методов, потому что лимитированные коллекции в Java, к сожалению, не позволяют правильно себя модифицировать. Вот. Но неважно. Это можно было какими-нибудь библиотечными функциями заменить. И вот у нас появляется какой-то такой длинный-длинный-длинный one-liner. И вот обратите внимание на вот эту штуку. Вот всем видно вот этот лист. на самом деле эту бажину уже в компайлере починили. Вот. В каком-то, в какой-то из версий, по-моему, 1.8.20 компайлер не мог вывести тип. То есть он просто фейлился и говорил, я не понимаю, что там такое, пожалуйста, как-нибудь прокларифицируй это мне. И приходилось вот явно его ставить. Сейчас этого бага уже нет, уже все починено. Что не может не радовать. Но мы такие говорим, окей, мы ж JavaScript, некоторые JavaScript девелоперы говорят, так мы так тоже можем написать. И более того, нам не надо несколько лет ждать, пока появятся стримы. Мы можем это сделать прямо сейчас. И опять-таки кода тоже не очень много. Мы взяли и flat map сами реализовали. Да, он не очень эффективный. Если бы мы сильно захотели, мы бы заморочились и как-нибудь его по-другому реализовали. Но факт в том, что мы просто взяли и расширили наши списки методами flat map. Круто. То есть мне кажется, если вот выбирать между строго типизированной java и языком, который позволяет себя экстендить до уровня, когда тебе этого удобно, мне кажется, здесь все-таки JavaScript может выиграть. Скалисты вообще читеры. У них просто сразу говорят, permutation это такая важная функция, что мы это встроили в саму библиотеку языка. Окей, чуваки, но как вы это сделали. Да, говорят, вот посмотри, в принципе, вот как-то вот так. Кто понимает, что здесь? Молодцы. Так держать. Окей, для всех остальных забейте. Оно работает. В ненавистном C-Sharp выглядит примерно так же. Ну, чуть меньше синенького, но в целом тут с системой вывода, с системой типов C-Sharp все намного лучше, уже никаких кастов не надо. Как вы заметили, здесь мы практически никаких типов не указываем, кроме входящих аргументов. Да, то есть мы говорим, какой тип мы получили, какой вернули. И, собственно, здесь примерно такая же ситуация, то есть входящие аргументы и все остальное дальше само выведется. То есть все вот эти типы T, типы листов, типы каких-то там массивов, которые вон там newt, и ты массив создал просто так. Это все в C-Sharp работает, и слава богу. А вот на Haskell. Ну, то есть чуваки, которые на Haskell пишут, они такие смотрят на вот это наше там копошение такое. Такие, ну, ладно, ребят, зачем вам вообще указывать типы? Я вот тут закомментаривал это, строчку с описанием функции. То есть на самом деле вот это в комментарии зелененькое, это то, как в Haskell описалась бы функция, точнее тип вот этой функции. А дальше все такое же. То есть оно очень похоже на скалу, только еще лаконичнее. И вот мне кажется, это еще более непонятно, чем скала, но оно хотя бы выглядит красиво, да? То есть меньше всяких там подчеркиваний прыжков там с символами и всем таким. И что мы теперь должны делать? Вот у нас вроде как мы можем считать, что Haskell это вообще вот вершина эволюции, да? Ну, согласно вот тому, что мы увидели. То он сложный, наверное, совсем гиковский язык и для продакшена не подойдет, потому что Haskell не умеет хибернейт. Но давайте подумаем со стороны вот того, в чем бы хотелось работать. Как бы мы хотели писать свой код? Так, чтобы не было страшно, что если мы его как-то неправильно написали, он взял и поломал. Все, причем поломал. Представьте, что вы отсылаете ровер на Марс. Вряд ли вы захотите, ну, во-первых, вы не знаете, в каких кондишенах этот ровер будет находиться. Соответственно, юнит-тест вы, наверное, с первого раза правильно не напишете. А это довольно дорогая штука, отослать ровер на Марс. И пропатчить его там может тоже не получиться. И вот если ты не уверен в своем коде, скорее всего, ровер тебе даже отсылать никто не даст. А если ты уверен, тебе надо доказать. Так вот, сейчас есть, ну, уже довольно давно разрабатываются концепты, когда мы доказываем, формально доказываем правильность наших алгоритмов. Что это говорит? Это говорит о том, что вам не нужны юнит-тесты, вам нужно доказательство того, что ваш алгоритм работает. И в качестве примера я вот один из отличнейших моментов, который мне очень сильно понравился. Кто знает, что такое TeamSort? Кто знает, что с TeamSort там некоторое время назад, там примерно год назад был огромный shitstorm. Прикол в том, что чуваки взяли вот кок. Это, скажем так, язык, которым мы можем описывать и формально доказывать алгоритмы. Они взяли его и такие, ну, или не его, может быть, что-нибудь похожее на него. И начали описывать TeamSort, пытаться доказать его корректность. Ну, вот у них очень много свободного времени. Они вот так мучились, 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 а потом говорят, что-то не получается. И какой-то умный человек сказал, а подождите, ребята, так TeamSort-то неправильный. Прикол в том, что TeamSort использовался в Java, TeamSort использовался в Python, TeamSort использовался еще во многих-многих-многих местах, и он был некорректен. То есть на него были тесты, но он был некорректен. Они его, конечно, починили, то есть все нормально, но сам факт того, что вы пользовались, вы доверяли JDK, вы доверяли, возможно, Python, вы верили им, а они вам плюнули в душу, просто потому что они, ну, чего-то где-то ошиблись. Вот. И там, если вы выбирали максимального, допустим, человека, который потратил наибольшее количество денег в вашем банке, вы могли потенциально получить не того, если вы использовали TeamSort. Как вам такое? Ладно. В общем, есть идея корректнесс-прувинга. Корректнесс-прувинг может спасти наши системы, как только он станет общеупотребителем. На текущий момент это все чертов прототайп, но это обязательно будет когда-нибудь в будущем. Когда мощности подрастут, когда люди станут поумнее и когда будет много-много-много-много всяких очень умных и очень здравых тулов, которые позволяют доказывать ваши алгоритмы. Формально. Что в Java? Ну, очень просто. Project Valhalla. Скорее всего, ну, точнее, скорее всего, в девятке его точно не будет, так что в девятке его не ждите. Он будет позже. Не знаю, насколько позже. Там появятся value-тайпы, возможно, improved generics, когда мы сможем использовать наконец-то примитивы в качестве параметров. И корректнесс-прувинг, в частности, уже с седьмой версии Java есть JSR 308, который позволяет аннотировать, дополнительно аннотировать ваш код, писать компайлер правила, которые позволят вам делать очень мощную систему типов в Java уже. То есть вы можете почитать, там есть довольно неплохие примеры. И потенциально это может спасти очень много седых волос людей, которые потом будут поддерживать эту систему. Да, может быть, когда-нибудь в Java появятся functions as first class citizens. Сейчас лямбда это немного не то. Я очень уповаю на это, но я не очень в это верю. Вот. И dependent type. Про них я ничего не рассказал, но dependent type их тоже можно делать с помощью JSR 308. То есть это в принципе уже мы можем использовать dependent type. Вкратце это некая такая типизация 2.0. Это когда вы часть данных объекта можете использовать в качестве его типа. Самый общеупотребительный пример это список и его размер. То есть если вы джойните два списка, то вы на уровне системы типов можете доказать, что если вы их джойните, то размер с джойненного должен быть сумма размера первого и размера второго. Согласитесь, ничего так фича, да? Ладно. За сим, наверное, все. Я надеюсь, что вы как минимум перестанете обращать внимание на несчастных Java script девелоперов и пинать несчастных Ruby девелоперов. Они ни в чем не виноваты. И более того, Java имеет намного больше косяков системой типов, чем вот эти вот вышеперечисленные языки. Очень сложно вам доказывать, что Java это венец творения, потому что есть языки покруче. И если вы хотите оставаться в тренде, то скорее всего вам придется как-то вот посмотреть в сторону более advanced типизации, потому что это то, что действительно помогает держать ваш код чище и избавляет действительно от некого огромного пласта ошибок. У меня все. Если есть вопросы, я могу на них ответить, потому как у нас есть почти 30 секунд. вопросы есть? Да, вот микрофонов нет, да? Ну я повторю, да. раз. Ты это сможешь повторить? Ну я вкратце. Значит, чем отличие языков популярных от языков, которые менее популярны? Потому что вроде как все есть и в тех и в других, но почему-то одни популярны, другие нет. В чем отличие богатых людей от бедных? Вроде у них они как бы изнутри одинаковые. Вот. У них есть определенные, наверное, ментальная разница какая-то. Но мне кажется, что большая часть популярности языков это грамотный промоушинг и провезло. Язык просто вовремя нашел свою нишу. Ну у меня есть другое мнение, но это на, скажем так, уровне предположения. Мне кажется, популярен язык потому, что он первый хорошо решил какую-то проблему. Ну вот я про это и говорю, что он просто вовремя нашел свою нишу, но это не означает, что он там будет всегда. Язык перл, например, он теряет некую популярность. Кабол, тоже на нем новые системы уже стараются не разрабатывать. Ну я к тому говорю, что вот ты говорил, чем отличаются просто писатели языков от гениальных писателей. Потому что, ну тут, наверное, каждый второй писал язык, только об этом не знают. Вот. Ну так они, на мой взгляд, отличаются тем, что вот этот человек первый увидел, что вот эту проблему можно решать вот так, языковыми средствами. А вот уже синтаксисты, правильно говоришь, это не имеет никакого отношения. Это, то есть, если бы у меня был ответ, хороший ответ на этот вопрос, я бы, наверное, так и сказал, что вот, да, ребят, если вы хотите написать крутой язык, делайте вот так. Ну, скажем так, посмотрите на проблему, которую вы хотите решить. Решает ли ваш язык хоть какую-то проблему, которая важна не только для вас? Окей, да. Допустим, допустим, она решает. Но еще раз. Популярность языка имеет очень мало общего с его качеством. То есть там, я считаю, что Вирт написал много гениальных языков там и модула 2, и Паскаль, и Делфи, и Аберон, и много разного другого мусора, но это не взлетело по какой-то другой, наверное, причине. Не потому, что он был идиотом. Они не решают каких-то важных проблем. Вот в чем дело. Это, ладно, достаточно спорный вопрос. Хорошо. Мы можем поговорить об этом чуть позже, если есть какие-то другие вопросы, мы можем поговорить о них после конференции. Давайте уже закрывать. Да, потому что тут сейчас будет закрытие, раздача плюшек, и я не хочу мешать людям получать их плюшки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.